Борис и Ельцин Борис и Ельцин Ненастоящим злом Я интегрально оцениваю это Как большое совокупное зло Коррупцию? Нет, Ельцина Его окружение, его наследие Его превращение Из человека В общем, большое зло, к сожалению, для нашей страны То есть, вот второй мой вопрос Как раз я хотел его адресовать Олегу Максимовичу Вы начали на него отвечать Ну, Юра тут начал Я несколько с ним не согласен Дело в том, что превращение героя В антигероя Всегда может быть И превращение антигероя в героя То же самое Но Всегда нужно понимать ситуацию В которой Ельцин пришел к власти Ельцин был драматической фигурой Я хочу сказать только Что он оказался в пустом пространстве И он никогда не был демократом И он к демократии Так сказать Присоединился Вынужденно Чтобы получить Самое главное Что для него было Самым ценным в жизни Власть Обладание властью У меня-то критерий проще Критерий один и простой Содействовал человек Находясь При абсолютной полноте власти Развитию страны Закладывал основу для развития страны Или создал механизмы деградации С моей точки зрения Ельциного окружения Включая Гардара, Чубайса и так далее Заложили основу Для длительного Уже 20-летнего пути деградации страны Это ключевой критерий Все-таки вот Что ему позволяло Выходить победителем Из схватки с Горбачевым С Верховным Советом Какие может быть Личные качества или обстоятельства Если верить в Бога Или во что-то высшее Прекрасное Справедливое То он конечно не победитель Человек Который ради Полноты своей власти Ради Преуспевания своей семьи Наследников и так далее Практически сдал страну Его нельзя считать победителем Даже если он до самой смерти Был как будто бы неприкасаемый Первые указы Подписанные после перевороты 93-го года Касались сдачи Всех наших природных ресурсов Оптом Западному глобальному потребителю Значит это в этом смысле Может говорить коллаборционист Это человек Который получил Поддержку Всего так называемого В кавычках Мирового сообщества Когда ввел переворот И в общем с моей точки зрения Предательство В отношении к своей стране Какая-то победа? То есть сила Ельцина Если я так правильно понял Юрий Юрьевич В том что Слабая страна При Ельцине Отдавала себя И он был при этом На распродаже Я хочу сказать Ну во-первых Сила Ельцина Зачал в том Что он был По природе Талантливый организатор Это факт Организатором Он был настоящим Но Ельцин понимал Политику Не как политику Не А как политику Внутри Как политику Интриги И Драмой Ельцина Был факт Что у него Не было Так сказать Интеллектуального Окружения Не было Ну как же А все вот Это демократическое Движение Подождите секундочку Я говорю Все здесь участвуют Президентский аппарат Они говорили Ельцин Пришел Опирался На молодого Реформацию Он их никогда Не знал Вообще Не имел О них никакого Представления Я отвечаю За эти слова Потому что Бурбулеса С Гайдаром Познакомил я Понимаете Вот о чем Идет речь Ну получается Что Ельцин Хотел хорошего Но не получилось Да вот здесь Не обижайтесь Не могу с вами Согласиться Это не вопрос Отсутствия Интеллектуального Окружения Значит Я был Еще моложе Гайдара И Чубайса Существенно Я про себя не говорю Но я Передавал Ельцину Письма Которые Уже будучи Отстранены От дел Передавали ему Члены Его Президентского Совета Уже К сожалению Покойный Академик Арбатов И ныне Здравствующий Слава Богу Олег Тимофеевич Богомолов В которых Они жестко Критично Излагали Члены Его президентского Совета Ну просто Отодвинутые Излагали ему Что и почему И почему Так делать нельзя И к чему Это приведет То есть Это не вопрос Что у него Не было Интеллектуального Окружения Уж Олега Тимофеевича Богомола Нельзя не считать Интеллектуальным Окружением Вопрос был В сознательном Или бессознательном Но в выборе Ельцин выбрал Это А не это Он слышал Только Млада реформатора Когда говорил Чубайс Он мог его Час слушать Понимаете Час слушать Или когда говорил Гайдар Это правда Совершенно Но Они говорили лучше Он не Он не разбирался В этой экономике И он слушал Он считал Это правильно Совершенно Это так То есть Он не понимал Что делает Но хотел хорошего Или понимал Что делает И просто Камуфлировал Это Ельцин Который хотел Хорошего Накладывал вето На закон О счетной палате Российской Федерации А Дума И Совет Федерации Были Приисполной Решимость Преодолеть Почему Ельцин Вынужден Ити на Попятную Когда сейчас Говорят Что тогда Все сдали Россию Оккупировано Все 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 Неправо Тогда была Борьба Значит И в 94 И в 95 И в 97 И в 99 Была борьба Я работал Я работал Счетная палата Счетная палата Давала заключение На отчет Об исполнении Бюджета Предыдущего года Целая треть Федерального бюджета Была украдена Тем не менее Механизмы Которые позволили бы Привлечь к ответственности Тех Кто это украл Не включались Наоборот Всящих саботировались Кто их мог саботировать Только президенты Довольно широко Распространено мнение Что он особо заботился Например О свободе Средств массовой информации Вот он был Сторонником Свободы слова Вообще демократом Он был Нет Демократом Я сказал Он не был Он пришел туда Но В том что он гарант Свободы слова Его Убеждали два человека Полторанин И я И он Он умел слушать Он наконец в это поверил И он стал говорить Я гарант Ему это страшно нравится Ну а по сути Был гарант Безусловно Когда Была вообще Эта свобода слова У нас Ну безусловно По сравнению С ситуацией Дотов Но она началась При Горбачеве Наш разговор Борис Николаевич Очень важно Чтобы сегодняшняя власть Проводила открытую политику Что это такое Когда власть Все знает о своем народе А народ знает Все о своей власти Это наша политика Это тезис И под этим тезисом Я создавал ВГТРК Полгода это продолжалось А потом власть Исполнительная сказала А на кой хрен Чтобы власть была открытой У власти должна быть тайна И все кончилось Понимаете И он тоже это принял Как норму Отвечаю Да Фактами Свобода слова Была такая потрясающая Что не я Болдриф Юрий А занимающий Одну из высших Государственных должностей Заместитель Председателя Счетной палаты России Выступил на первом канале За весь период Шестилетний Один раз И больше доступа не имел На РТР доступа не имел Ладно я не важно Мы вскрываем залогово-кредитные аукционы Про которые теперь Только Лива не говорит Счетная палата Это выявляет 96-97 Мы вот все по блочкам раскладываем Аргументы и факты По-моему успевают что-то дать Потом все Тишина И дальше Во всех Стреястом массовой информации Это одно Ардоксальная счетная палата Мешают инвестициям Пустые хлопоты Прокоммунистические И так далее Вот такая была свобода Но вот все-таки Тогда вопрос Ведь Ельцин сначала был Как вы сказали Героем Народным любимцем А потом стал Антиперсоной Вот Почему демократы выбрали Ельцина В свое время Как раз вот когда Решался вопрос О том Кому быть во главе Этой Демократической волны Я хочу вам сказать Что У нас не было демократии убеждений У нас была демократия настроения Была такая волна Такое буйство Вот это И Ельцин Когда он понял Что у него нету выбора Он Примутает К этой Депутатской группе Межрегиональной Депутатской группе Ушел Сахаров И они Видят в нем Лидера Потому что он был Бунтарем Он критиковал Горбачева Хотя сначала Был его союзником И мечтал Чтобы Горбачев Сделал на его ставку Он возглавлял Москву И сделал Из Москвы Паровоз Перестройки Вот все-таки Кто кого использовал Демократа Ельцина Или Ельцин демократа Вот ваш же телеканал Уже 24 года назад Показывал репортаж Как я выступаю На межрегиональной группе Против того Чтобы Ельцин Был единственным вождем И большинство Меня поддержало Тогда И избрали Пятцы председателей Не было стремления К вождизму И что Ельцин наш рулевой Но когда дошло До выборов президента Хочешь Не хочешь Все равно Кого-то одного И здесь конечно Вопрос Я так понимаю Был уже не кто больше нравится А кто имеет Наибольшие шансы Из этой среды Поэтому дальше Ключевой вопрос Не в том Чтобы выбрать идеального А в том Чтобы были Институциональные механизмы И сильное общество Которое не позволит Никому так разлагаться И сдавать страну Уж простите Это моя качественная оценка Как это делал Ельцин Я хочу Вот на твой вопрос Ответить несколько шире Ибо Понятие демократы Менялось Что оставил После себя Ельцин Он оставил После себя Олигарха Капиталистическая Авторитарная Авторитарная Система Вот что он оставил После себя Вот если Напали Потому что Демократов Подменили Олигархи Которые были Поддержаны Демократами И которые Взяли на себя Надели Маску Демократов И они Потом в 96 Просто обеспечили Ельцину победу На выбору Семибанкерщина Это было 100% Но это произошла Полная подмена Понимаешь ты Демократии Как таковой И он Это Ельцин Расплатился За выборы 96 Года Или даже Авансировал 100% Понятно Ну вот Война в Чечне Это Решительный шаг Человека Который боролся С распадом России Или это Преступление Это безграмотность Как было сделано Все Понимаете Это безграмотность Потому что Опять Юра говорит Вот это Колоссальный Масштаб Непонимания Но Ельцин Понимал одно И он Старался Это сделать Сохранить Россию Удержать Ее распад Как его И роковые Слова Возьмите Суверенитета Столько Сколько Можете Переварить Они были Определены Ситуацией Денег В казне Не было Денег От приватизации На нуле Все Ничего Зарплату Не платит И тогда Он Считает Что можно Расплатиться Только Суверенитетом Когда началась Первая Чеченская война Совет Федерации Был практически Един Приди Разъясни Сенатором Прошел 2000-й год И Те обещания Что это будет Временный Суверенитет Все пошло В разнос Все пошло В разнос Никаких Инвестиций Помимо Центра Регионы Толком Не получил Могло бы Продолжаться Еще Какое-то Время Он Во всяком Случай Мог Досидеть Несколько Месяц Да нет Это Необходимо Было Делать После Всего Что было Сказано Наверное Этот вопрос Прозвучит Странно Но Все-таки Я его задам Надо ли Ставить Ельцину Памятник Можно ли Ельцине Сказать Что был Культ Но была Иричность Я хочу Сказать Что Ельцин Был Драматической Фигурой Безусловно Совершенно И я Хочу Сказать Что мы Когда мы Вытираем Ноги о прошлое То что сделали Младые реформаторы И то что сделал Борис Николаевич И В бесконечных Разговорах Которые были Я все время говорил Что прошлое Никогда Вам этого Не произойдет Никогда Ваша эпоха Будет Точно так же Пойдет Под нож Точно так же Они начнут Вытирать Люди Следующего поколения Начнут вытирать О нее ноги Что мы сегодня Говорим Лихие 90-е Тем не менее Ельцин Перевел Стрелки часов И Россия стала Строить Другую Политическую Систему Я Не сторонник Этой системы Я сторонник Социало-ориентированного Капитализма Но Мы построили Как говорится Бандитский Капитализм Который Полностью Перечеркнул Демократию Как завоевание Авторитет Демократик Это черт знает Что нас обограли Вот о чем И Я понимаю Что мою фразу Никак нельзя Пустить в эфир Пока При власти Прямые Наследники Ельцина Памятники Естественно Будут ставить Чтобы мы С вами Здесь не говорили Пока Чубайсы На государственных Деньгах Памятники Будут ставить Чтобы мы Здесь не говорили Как только От власти Будут Отстранены Прямые Наследники Ельцина И Чубайсы Перестанут Быть на государственных Деньгах Конечно Памятников Ельцину Не будет В России Ну что ж Большое спасибо Вам